Цель глобальная — понять, в принципе, функционирование нашего мозга. Поскольку обезьяны все-таки наиболее близки к нам, то, узнав что-то на обезьянах, мы можем гастаполировать это на человека. Ну, у нас такая есть глобальная задача, которую мы сами себе поставили, пытаемся к ней приблизиться. Если представлять функционирование мозга как единое целое, то современное представление базируется на основе такого представления существования в мозге нескольких так называемых крупномасштабных нейронных сетей. То есть это определенные области мозга, которые функционируют. Они могут быть разнесены в пространстве мозга, но работают синхронно друг с другом и выполняют одинаковые функции. И на этом основании их выделяют единые сети. Центральные исполнительные сети, так скажем, ответственность за принятие решения. Выделяют сети ответственность за переключение внимания, за память. До 20 сетей некоторые умельцы выделяют. Это все показано с помощью ФМРТ, национального МРТ. Все прекрасно видно. И раньше, в принципе, люди догадывались, что вот. Но сейчас это вот визуализировано и все замечательно повторяется и показывается. То есть в каких-то задачах активируются одни области, причем не одна область, а вот именно сеть. Несколько областей разнесенных. Вот. Но ФМРТ не дает представления о временных параметрах связи, потому что там низкое временное разрешение. Вот. И до сих пор непонятно, каким образом эти сети, компоненты этих сетей взаимодействуют внутри друг друга и как они взаимодействуют сети разные друг с другом. Но. Тут надо в идее вживляться электродами четко в эти компоненты нейронных сетей и регистрировать активность. У человека, понятное дело, это сложно сделать. Ну, делают не на больных, но это другая история. Тут на помощь приходят обезьяны. Мы вживляем электроды, потом вынимаем их. То есть мы сначала с помощью ФМРТ определяем функционально связанные области мозга. То есть это целая войсковая операция на самом-то деле. Сделался ФМРТ, то есть это куча сложностей. Вот. Потом определяются области. В них рассчитываются стереотоксические координаты и с помощью регистрируется активность. Еще программа Максимум искусственным путем либо увеличить синхронизацию работы отдельных компонентов, либо наоборот их рассогласовать путем электрической стимуляции отдельных компонентов. То есть мы либо подаем стимуляцию в фазе, то есть как бы синхронно, и увеличиваем синхронность работы этих компонентов, либо наоборот рассогласовываем. Это как бы не с нуля, то есть это есть работы, которые показывают, что на обезьянах. Но это правда было показано с помощью транскорнеальной стимуляции, то есть не вживляя электроды. Что увеличение синхронизации отдельных областей увеличивает их конвентивные способности. А мы, соответственно, пойдем еще дальше, точно будем говорить, вот мы синхронизируем ту или иную сеть, вот эти области. Надеюсь, что это у нас получится более интересное. Мы сделали эксперимент на обезьяне. Хотя, по-моему, так его делают и на людях. ФМРТ тоже сделали там связи. Смотрели как раз в сознание и после, во время наркоза, там эфир. И, в общем, там очень интересные получаются изменения. Предсказуемо лобная область снижает активность. Ну и там, в общем, перестройка происходит. Но мозг все равно живой. Я бы разделил два вида все-таки сознания. Одно дело, когда животное под наркозом, либо сознание, да, уже, сознание без сознания. Первое, вот сознание без сознания, это которое, ну, кругу говоря, наркоз, либо сон, либо бодрствование. Вот. А есть еще, ну, скажем так, самосознание. Вот. То, что вряд ли есть у обезьян. Ах, про макак, идет вещь. Показывают им зеркало. Вот. Они начинают там на него кричать, ворчать. И, в общем, себя они не осознают в этом зеркале. Правда, более высшие обезьяны, они знают, что кто такие. Это делали все вот такие. Сейчас тоже рассуждают над всем, где граница между сознанием и сознанием. и сходится к выводу, что граница это размута. Ну, вот. Сейчас, ну, одна из таких гипотез как раз в том, что, ну, грубо говоря, это сознание, ну, переключение внимания происходит за счет как раз переключение синхронизации между различными властями. То есть вот у нас, мы, допустим, задумались о, там, не знаю, внутренних каких-то органах, что-то вот болит. Раз, у нас пошли, синхронизация пошла в властях мозга, ответственная за чувствительность там, не знаю, проприорецепты какие-нибудь. Интересное наблюдение. Если, ну, это измеряли, ну, так, в принципе, мозг потребляет до около 20% глюкозы от всего тела. То есть довольно-таки много. В спокойном состоянии. А знаете, сколько он потребляет, когда человек решает какую-нибудь сложную умственную задачу? Всего на 5% больше. То есть 25%. То есть в покое, в принципе, мозг так же работает, ну, практически так же, как и в решении задачи. Переключение внимания того же сознания. Вот как раз якобы происходит за счет переключения вот этих вот синхронных связей. То есть либо у нас синхронно работают какие-то определенные области мозга, либо другие. И вот переключение друг друга, ну, как бы мозаика. Мы говорим о вещах, которые можно измерить. Сейчас интересная программа коннектом. Ну, идея такая, чтобы понять, как все связи каждого нейрона и все их оцифровать. И, ну, собственно, тогда мы получим электронную модель мозга. Возможно, получится все это такой интересный проект. Получится понять все-таки связь. Возможно, получится создать некий прибор, объединяющий преимущества функциональной МРТ и электронисфилографии. То есть высоковременное разрешение и пространство. Чтобы понять, в какие области мозга активируется и как в миллисекундном разрешении. Тогда это вообще нам даст очень большую информацию. что мы сможем много еще узнать. Ну, мозг изначально пытались сравнить со всякими механизмами, известными в то время. Там были машины, пожалуйста, это вот машина. Стали компьютер, это компьютер. Теперь это не компьютер. Ага, может это квантовая какая-нибудь штука. Ну и дальше. Мозг это мозг. Сравнивать мы вряд ли сможем еще. Я бы добавил, конечно, философа в каждую дисциплину. Вот, не занимаешься сознанием или так, как мы. Вот, пожалуйста, пофилософствуй на тему сознания. Занимаешься физикой. Философствуй на тему мироздания. Расконечество Вселенной. Переводим. Продолжение следует...